Скользко! Не ошибусь, если скажу, что мало кто из любителей бега любит зиму. Но вот приходит весна, и мы вдруг начинаем понимать, что зима не так уж и плоха, как она казалась, потому что была более-менее предсказуемая погода и столь же предсказуемая дорога. А весна приносит температурные качели, когда ночь подмораживает, днем тает, и все прелести мы имеем в один день. И снег, и лед, и лужи, и замесы какие-то грязевые. Поэтому я бы весну поделил для бегунов на две части. Первая часть, та, которая сейчас, она по-настоящему опасная, и ее надо преодолеть так, чтобы как можно меньше было вероятности получить травму. Лучше вообще ее не получать. А потом наступает другое время, когда выходит солнышко, становится тепло, мы скидываем из себя лишнюю одежду и начинаем приобретать форму, которую подрастеряли за зиму, и получать больше удовольствия. Поэтому я предлагаю сейчас перенестись в студию спортмарафона, и там мы представим вам наш топ-5 кроссовок для бега весной. На полках спортмарафона около 400 наименований беговых кроссовок от различных брендов. Если учесть, что одна модель может быть представлена в разных цветах, то выбор несколько облегчается, но все равно остается достаточно сложным. Значит, начать нужно с поставленной задачи. А наша главная задача на сегодня с минимальными потерями, а лучше вообще без них преодолеть первую половину весны с ее капризным переходным периодом. То есть нужно выбрать кроссовки с более-менее универсальной подметкой, которая способна адекватно реагировать и на скользкие, и на кашеобразные, и на жесткие поверхности. Но раз предполагается еще и всякая снежная слякоть и лужа с холодной водой, то можно позволить себе сохранить максимум комфорта, а значит рассмотреть варианты с мембраной. Она и воду внутрь не пустит, и тепло максимально удержит. Поехали! Японский бренд Mizuno продолжает развитие темы под названием Wave Daichi. Мы предлагаем вам всепогодную версию Daichi 5 Gore-Tex. И если речь прежде всего о безопасности, значит начинаем с подметки. Она здесь не простая, а от Michelin с рисунком протектора, полностью повторяющим тот, который используется на байках. Несмотря на то, что эти кроссовки относятся к категории трейловых, сейчас их можно использовать на любой поверхности. Их подметка в настоящем топе среди антискользящих, а значит в Daichi вы можете бегать и по бездорожью, и по городским поверхностям. Крестообразные желобки в средней части подошвы отвечают за устойчивое положение стопы на неровностях. Кроссовок всегда стремится сохранить минимум три четверти площади протектора в непосредственном контакте с асфальтом, либо там со снегом каким-то. Мембраны Gore-Tex влагостойкой снаружи и воздухопроницаемые изнутри, а значит уверенно сохраняет устойчивый внутренний микроклимат. Женская версия 280 грамм, мужская 335, дроп или разница высоты пятки и носка 19 мм. И женская и мужская модели представлены в разных цветовых решениях. Еще один уверенный лидер из категории максимально нескользящих Nike Air Zoom Pegasus 37. И в лидеры эти кроссовки выводят их уникальный протектор, напоминающий своим рисунком зимние автошины. Он совсем не агрессивный с виду, но очень цепкий и активно выдавливает воду через специальные канавки. Конечно, по снежной каше вы рекордных скоростей в этих кроссовках не достигнете, но в умеренном темпе они там вполне уверенно себя ведут. Верх без мембраны, но влагостойкий, большая его часть очень плотная, не зря же в названии есть слово защитник или защита. А еще они с качественной водоотталкивающей пропиткой, которая служит достаточно долго. Нельзя не отметить свойственное большинство моделей от Nike стремление к скорости при одновременной качественной амортизации. Вес 290 грамм, дроп десятка. Версии шилл в женской размерной сетке я у нас не обнаружил, поэтому предлагаю альтернативу от Nike. Это Pegasus Trail 2 Gore-Tex. Универсальная модель с высоким уровнем комфорта и возможностью комбинировать бездорожье и асфальт. Уровень ваших физических кондиций может быть любым. Pegasus подходит всем, кому комфортна их колодка. Легкий, красивый, амортизирующий и очень отзывчивый Nike Pegasus Trail Gore-Tex 2. Идем дальше по категории цепкая подметка. Asics, KEL, Cumulus 22 Gore-Tex. Тоже в топе по своим, скажем так, прилипучим свойствам. Для голого льда они, само собой, не панацея, но специально срываться в штопор точно не будут. С разумной осторожностью можно достаточно безопасно преодолеть и очень сложные участки. Во всех остальных случаях ведут себя совершенно прекрасно. Мембрана Gore-Tex, интегрированная в конструкцию верха, позволяет вообще не замечать никакой слякоти. Ногам всегда будет и тепло, и комфортно. Колодка мягко, но уверенно облегает стопу, гарантируя очень надежную ее фиксацию. Мужская версия 320 грамм, женская 255, дробь 10 миллиметров. Конечно, идеальным вариантом для неустойчивой скользкой погоды будут кроссовки с металлическими шипами. И в нашей коллекции беговые обуви они тоже представлены, но в этой части обзора я показывал максимально универсальную обувь, в которой можно бегать как в городе, так и на природе. А теперь переходим к тому радостному периоду весны, когда снег со льдом уйдут в прошлое, и мы будем постепенно скидывать с себя лишнюю одежду по мере роста температуры. Выбор кроссовых для весенне-летнего сезона в спортмарафоне просто огромен. В каждом отдельном случае он ограничивается целями и задачами, которые вы для себя ставите, и индивидуальными особенностями стопы. Есть кроссовки асфальтовые и трейловые, с широкой и узкой колодкой, с поддержкой и без нее. А вот следующие две модели я выбрал исходя из того, что они разные, от слова совсем. При их изготовлении используют совершенно разные технологические подходы, да и сама архитектура кроссовок отлично друг от друга. Впрочем, и появились модели на рынке в разное время. Итак, новый продукт от бренда Asics – Novoblast. Сразу бросается в глаза цветовое решение. Женский – это лимитированная серия Sunrise Red, символизирующая Японию и город Токио. Мужская версия в том же цвете тоже есть, но я специально взял другой расцветки, очень яркой и привлекательной. Впрочем, есть предложения для тех, кто ценит более скромные расцветки. Если же перейти от внешнего вида к внутреннему содержанию, то это очень легкие кроссовки с приятным перекатом и удивительной энергоотдачей. В них можно бегать любые дистанции от минимальных до сверхмарафонских. И делать это можно в любом подходящем для вас темпе, от прогулочного до максимально скоростного. Прекрасная амортизация и взрывная энергоотдача, пожалуй, в этих определениях – главное, что хочется сказать об Isox Novoblast. 220 грамм женская версия, 260 мужская. Разница высоты носка и пятки 10 мм. Ну и завершить сегодняшний обзор я хочу представителям еще одного известного японского бренда Mizuno. А модель я выбрал из тех, что перезапускается уже много лет, сохраняя при этом свои основы, но с вплетением последних технологических разработок – Inspire 16. Это не взрыв эмоций, какой мы наблюдаем в случае с новобластом. Здесь подход совершенно иной, более спокойный и размеренный. Inspire славится тем, что готовят сохранять максимальный уровень комфорта в столь долгие километры, какие вы способны преодолеть. Он – километр, может быть один. Их – километр, может быть сто. Без разницы. Верх в этой версии полностью вязанный, он не только прекрасно пропускает воздух, но и тактильно очень приятен. В этих кроссовках профессиональные спортсмены точно не будут ставить скоростные рекорды. Но для любителей, коими большинство из нас является, это совершенно классный, комфортный и очень надежный вариант. Мужская версия – 290 грамм, женская – 240, дробь – 12 миллиметров. Ну вот и все о том, в чем удобно и безопасно можно будет провести беговую весну. А в завершение еще раз хочу повторить. Спортмарафон предлагает огромный выбор беговых кроссовок, ассортимент которых постоянно обновляется. Мы работаем только с ведущими европейскими и мировыми брендами и получаем от них самые передовые разработки беговой обуви. Приходите в магазин или поизучайте наш сайт и убедитесь в правоте моих слов. Хорошего вам бега!